Здравствуйте, товарищи! Пришла печальная весть. Сегодня утром перестало биться сердце известной революционерки, настоящей коммунистки Томилы Осиной Ебровой. Томилы Осиной Еброва скончалась на 92-м году жизни после ковида от воспаления легких. Но она всю жизнь, несмотря на то, что, как и все, подвергалась и напастям, и болезням, она всегда была жизнерадостной, бодрой, веселой, и никто ее никогда не видел грустной. А бодрой и веселой она была потому, что она всегда была честным человеком, и, как всякий честный человек, она, когда началась эта эпопея с ревизионизмом в Советском Союзе, она сразу включилась в борьбу, во-первых, с ревизионистскими теориями экономическими в области политэкономии, в области строительства и развития социалистического хозяйства. Она закончила Московский государственный университет, работала на кафедре политической экономии Московского государственного университета, доцент кафедры, и она присоединилась к борьбе всех тех, кто выступал за непосредственно общественное производство, кто понимал, что производство при социализме не товарное и не может быть товарным, и что переход к товарному производству на самом деле есть переход к основе капитализма, а следовательно и к капитализму. В этом плане она даже оказала очень большую помощь греческим товарищам, греческой компартии, которая обратилась к нам с просьбой помочь в подборе литературы. Она такой огромной работой занималась и подобрала литературу, а потом вместе с Василием Ельмеевым, и я в этом участвовал, мы поехали в Грецию, там собрали центральный комитет Олега Папарева, генеральный секретарь, и мы два дня обсуждали вопросы политической экономии, почему надо ориентироваться не на теорию стоимости при социализме, а на теорию потребительной стоимости. Трудовую теорию потребительной стоимости, которую разработал Василий Ельмеев, Виктор Георгиевич Долгов, и я к ним привыкнул. И вот по окончании этого обсуждения мы удивлялись, что никто не уходит. Нам сказала генеральная секретарь, никто не уйдет, у нас такого не бывает, чтобы ушли. И по окончании обсуждения она в первый день сказала, мы ничего не решили, какая же точка зрения правильная. А на второй день она сказала, все, мы однозначно решили, мы будем стоять на трудовой теории потребительной стоимости. Потом вышел сборник у нас здесь с выступлениями этих товарищей, всех, кто там присутствовал, в том числе и Тамилы Осевны. И вот она, можно сказать, эту битву провела очень активно. Но, кроме того, она являлась одним из учредителей Движения Коммунистической Инициативы Участников. Она являлась одним из учредителей Российской Коммунистической Рабочей Партии и создателей ее. Она создала соответствующую организацию на Украине, Союз Коммунистов Украины и стала его председателем. Причем последовательно защищала марксизм и литинство. Она стала руководителем журнала «Марксизм и современность». Вот он как выглядит. Этот журнал издается с 1995 года. С 1995 года этот журнал пропагандировал на Россию и в Украине. Пропагандировал марксизм. Достаточно взять один номер. Я взял номер 55-56, 2016-2017 год. «Диктатуру пролетариата не любят буржуазия». Это выдержка из выступления Юрия Жданова, которая рада, когда о ней забывают. «Диктатуру пролетариата не любят и мелкой буржуазии со своими людьми в неклассовой демократии. Диктатуру пролетариата не любят реформисты, буржуазные социалисты, еврокоммунисты, сторонники «чистые» демократии. Диктатуру пролетариата не любят жулики и другие антиобщественные элементы в социалистических странах». А вот Тамила Уайсна Еврова, она пропагандировала, собирала силы. Вот мне посчастливилось находиться в этой редакции, в качестве редакционной коллегии и участвовать в ее работе, и ряд материалов опубликовать, посвященных, кстати, вопросу о диктатуре пролетариата. Мы вместе с ней входили в редакционную коллегию с Виктором Аркадьевичем Тюлькиным, входили в редакционную коллегию международного коммунистического журнала, «Международный коммунистический обзор», так он называется. Он выходил на английском, на русском, на французском, испанском и других языках, и вместе с ней мы отстаивали там позиции диктатуры пролетариата. Здесь она участвовала во всех крупных общественно-политических мероприятиях, которые были на Украине или в России, в том числе она участница тех конференций, которые проходили у нас сначала. Они проходили в музее Ленина в Разливе, и она там принимала участие в этих конференциях. А когда эти конференции стали проходить у нас в Ульяновке Ленинградской области, в том доме, где бывал Ленин, где бывала его мать и жила его сестра с мужем Ульянова Елизарова, она участвовала в этих конференциях, выступала и привлекала еще и других товарищей из других стран. У нас есть возможность показать ее выступление сегодня в честь этой пламенной революционерки, настоящего коммуниста, нашего товарища и друга. И напоследок я хотел бы сказать, что тот, кто вступает или вступил уже на революционную дорогу, тот, кто взялся бороться за диктатуру пролетариата и взялся бороться за советскую власть, за возрождение советской власти, советской России и Советского Союза, те должны помнить, что эта борьба, она человека возвышает, она этого человека поднимает, он становится менее доступен хворим и болезням. Ну и, как вы понимаете, 92 года у нас мало кто проживает. Чтобы прожить 92 года, надо не вилять, надо не иметь внутренних противоречий, а надо смело смотреть и идти вперед, и не бояться трудностей, и не бояться невзгод. Вот в этом плане, это милость на нам пример и образец. А мы своей работой по восстановлению диктатуры пролетариата советской власти в России и Советского Союза окажем, так сказать, большую услугу, мы поставим им тем самым большой политический памятник, поскольку это наше общее дело, и те люди, которые этим делом занимаются, они бессмертны. Без овладения всей историей и философией по Энгельсу, помните, нельзя правильно мыслить. И прежде чем Гегеревской дилекцией, поставленной, конечно, только на ноги, с головы на ноги. Субтитры создавал DimaTorzok